Привет, это Давадым и сегодня мы будем говорить про табак наш, но есть плохая новость, я очень сильно заболел, поэтому тебе придется слушать этот голос. Из-за того, что сильно все забито и очень сложно долго разговаривать, приходится делать кучу сука ебучих нарезок и мы поговорим об этом продукте. Табак наш, что мы про него знаем, то что табак наш крепкий, но мягкий, бывает моментами он не крепкий и непонятно в каком он месте мягкий, но при этом все разделилось на несколько лагерей и создали кучу-кучу мифов о продукте наш, а аудитория потребителей сами создали эти мифы. Самый главный миф и миф номер один. Компания наш поменяла сырье и теперь продукт стал хуёвым, невыносимым, верните старое сырье. Ребятки, развею сразу этот миф. Недавно мы сидели и общались по этому поводу и табак наш не менял сырье, то есть он менял его когда-то очень давно, но не так, чтобы после какой-то выставки все сказали вау, фу. После коллаборации с дамой поменялось сырье и продукт стал не очень. Нет, сырье не менялось, поменялась рецептура, поменялось, знаете, вот эти маленькие процентные значения, где-то чего-то больше, где-то чего-то меньше, где-то что-то подкрутили, где-то что-то открутили. И получилось, что продукт стал в миллион раз лучше, чем он был. Я это признаю и потому что сейчас я курю табак наш, я понимаю, что это абсолютно два разных продукта, которые был до и которые есть сейчас. Но хейтить можно всегда. Это самое главное, что есть в людях, есть в потребителях и это производитель должен ценить. Если на ваш продукт нет хейта, значит ваш продукт не интересен. Ну а мы продолжим немного говорить. Главный миф мы развенчали, теперь всем понятно. Никто сырье не менял, просто лишь подкрутили. И сейчас мы видим вот такой вот продукт на полке, у которого есть своя айдентика, у которого есть свой эксклюзивный вид и который называется тоже эксклюзивно. Табак наш. Для этого ребятам из табака наш потребовалось очень-очень много времени и это они пережили. Возможно, те бренды, которые были раньше, но умерли, если бы они дотянули до сегодняшнего дня, то они бы стояли все рядом с такими гигантами, как Дарк Сайд, Блэк Бёрн, Табак Наш. Они бы стояли рядом, потому что просто у других не хватило сил и возможностей пережить самые сложные моменты продукта. Когда хейт, когда падают продажи, и я это называю просто временной ямой. И когда продукт уже выходит с этой ямы, он уже автоматически становится привычным продуктом. Он становится продуктом, который всегда вроде бы продавался. Он становится продуктом, который всегда на слуху. Конечно же, не без участия суперкрутого отдела маркетинга у табака наш. Бля, я сейчас пытаюсь, короче, выстраивать такую цепочку, но из-за того, что я делаю много пауз, нарезок, я очень сильно сбиваюсь с того, что я хотел бы обычно рассказать. Обычно я снимаю обзоры одним дублем, одной полосой разговора и одной полосой мнения. И когда у меня есть вот эти вот передышечки, чтобы набраться воздуха и зарядить следующую обойму такого предложения, я забываю, о чем я хотел сказать. Поэтому давайте мы потихонечку будем разбирать его. Я не буду рассказывать, какой он дынный, крепкий и так далее. Просто поговорим о самом продукте. Это табак наш, это его классическая линейка. Также мы с ребятами когда-то сделали нашу первую коллаборацию. Коллаборация настолько сильно залетела многим, как домашним курильщикам, так, конечно же, и в Хорику. Но у меня нет ее, сейчас вам показать, потому что я ее первый, кто ее скуривает. Потом появилась вторая коллаборация, которая оказалась не менее популярной и не менее такой крутой. И в нее мы вложили на самом деле гораздо больше сил, чем в первую коллаборацию. Потому что здесь появилась крутая фотосессия. Здесь появилось у нас, в общем, какие-то очертания сюжета и примерное понимание вкусов. Я на самом деле этими двумя коллаборациями очень сильно горжусь. Мы очень долго прорабатывали каждый вкус первой коллаборации, потому что там были очень сложные такие ароматы, например, как авокадо. Создать авокадо было нереально сложно, но технологи с этим справились. Во второй коллаборации мы тоже решили немного поусложнять и дать технологам прям вот реально поебаться. И этот вкус был сельдерей. Там поебались все конкретно, потому что даже я, прокуривая сельдерей, не зная его вкуса, как таковой именно в природе, а именно там, как пил какие-то витаминные коктейльчики с сельдереем, но никогда в жизни не употреблял его вчистую. Мне было крайне сложно объяснить, чего я хочу, но в итоге мы сделали очень круто. Но у этого вкуса киви сельдерей появилось, знаете, как сказать, эксклюзивное ощущение. Многие говорят, что это крутой сельдерей и это охуенно. А многие говорят, что киви сельдерей хуевый вкус, но это зеленый банан. И это охуенно. То есть люди чувствуют в нем зеленый банан и они его покупают только потому, что там есть какой-то зеленый банан. И они его, собственно, выдрачивают прям до последних граммулечек. Компания наша идет дальше и делает коллаборацию с гигантом. Да, Хука Маркет. Это гигант в лице Антона Гайворонского и всей его команды. И вообще Хука Маркет это просто ебейшая огромная сеть магазинов, которая имеет охуенное влияние на рынок. Бамс! Кто бы мог подумать, как так наш? Вроде ребятки недавно появились, делали с кем-то там коллабу и тут-то уже с Хука Маркетом. Собственно, что я хочу сказать. Вкусы получились интересные, крутыми, особенно Чупа Чупс. Я его всегда держу при себе, потому что он охуенно курится. Но, как говорится, время коллабораций прошло и пора бы вернуть вкусы из коллаборации Хука Маркета уже в классическую линеечку. И сейчас вот такие вот баночки коллаборационные редкость. Их, возможно, где-то остались на складах, возможно, где-то еще продаются. Но скоро их уже не будет. Поэтому баночку я оставляю у себя и как память хорошая, в принципе, такая ачивочка. И вроде думается, что еще делать? Все, наш закоренился, продажи идут, коллабы есть. На всех выставках огромные крутые стенды, огромные дегустационные линии. Амбассадор нашего гоняет по всей России. Везде проводят дегустации, мастер-классы, все здорово и круто. И потом Биба и Боба, а это ребятки из Харт Хука Ченнела, начинают тизерить какую-то коллаборацию. Кто хорошо общался и примерно понимает, что к чему, можно было прочувствовать маркетинговые ходы компании нашей. И ребятки на Хука Клаб Шоу дропают еще одну коллаборацию, но уже с ребятами из Харт Хука Ченнел. И если посмотреть, то эта коллаборация была у ребят уже по счету четвертая, и она полностью завершенная. То есть здесь полностью измененная айдентика, здесь полностью все переделано. Если даже взять баночку второй коллаборации и баночку Хука Маркета, то они выглядят не так круто и стильно, как коллаборация уже с ребятами из Харт Хука Ченнел. Вкусы у них получились реально интересные, особенно мне понравился чабрец. А юпик, к сожалению, который у меня в руках, он не вскрытый, потому что я не очень сильно люблю виноград, поэтому, ну, в принципе, его и не открывал. И здесь даже сделали ребятки такие вот стендики, где есть шайба. Потому что ребята плотно гоняют в хоккей, здесь есть логотипчик с клюшками и, типа, круто сделанная коллаборация. Что мы ждем в будущем, пока неизвестно. Но я уверен, что если компания наша продолжит свою линию коллабораций, то следующая, а по счету это вроде как должна быть уже пятая коллаборация, она будет самой мощной, самой интересной и самой продуманной до мелочей. Поэтому с табаком наш мы заканчиваем. Но у ребят есть еще два продукта, которые они ведут и о которых я, в принципе, тоже обязан рассказать. Потому что туда они тоже вкладывают огромное количество времени, сил и, самое главное, любви. Это угли. Компания наш изначально появилась, когда вовсю уже продавался уголь Oasis. Он был нереально популярный. Он и есть, в принципе, нереально популярный уголь на данный момент. Уголь, в принципе, хороший. На протяжении долгого времени зарекомендовал себя очень хорошо. Здесь даже есть такая, знаете, ачивочка, пасхалочка. Если вы купите уголь Oasis и откроете, то вот здесь есть сообщение. А звучит оно так. Любишь Oasis, полюбишь и наш. Но еще не все. Есть загадка, которая мне до сих пор не ясна. А, возможно, она и ясна. Но я просто никогда не задавал этот вопрос в офисе Oasis. Ребятки, а нахуя вам два угля? Есть у вас продукт еще Nero. И есть Oasis. Типа, блядь. Вы, типа, вот этот меньше любите и меньше любви в производство. А вот этот очень-очень любите и прям вкладываете все душу, они разнятся в цене, но они же не могут разниться в качестве. Потому что, типа, блядь, вот Oasis мы будем делать хороший, а вот Nero похуже. Он ведь дешевле, значит, он должен быть похуже. И я замечаю, что в том же самом городе, где я живу, это Ростов-на-Дону. Многие работают на Oasis, а многие работают на Nero. И когда ты говоришь, ребятки, а почему вы работаете на Nero, а не на Oasis, мне отвечают о том, что, блядь, на Nero лучше. А многие говорят, что Oasis пизжи. Блядь, так где же правильный ответ? Почему два разных угля? Блядь, при этом всем в доме Oasis царствует просто супер-френдли. И эти продукты такие хорошие, потому что ребята сами по себе очень добрые, хорошие и очень приветливые. За то, что дали возможность поколабиться аж целых два раза. И я думаю, когда-нибудь мы закончим коллаборационную всю тему. И, как говорится, Бог любит троицу. Поэтому я думаю, такой вот один общий, обширный ролик про табак наш и уголь Oasis Nero. Потому что все выходцы из одного дома, дома Oasis. Мы обсудили, посмотрели. Еще, конечно же, никогда не забывайте, когда вы покупаете новый вкус нашего, обращать внимание на циферки. Потому что они кроют себе очень-очень много информации. Это был Больной да Вадым. Всем пока-пока.